Доброе время суток, товарищи! В этом ролике мы поведаем о том, как реализовать красивые видеопереходы, подобные тем, что были представлены в первой кат-сцене Half-Life 2. Поехали! Сущность, которую используют для кинематографичных переходов, именуется как скрипт интро. Помимо неё, как второй источник видеоизображения, будет нужна поэнд-камера, которую обычно используют для работы с мониторами. Но начнём мы с тривиальных задач. Например, скрипт интро можно использовать как entity EnvyFate. Следующим образом, активируйте сущность и в то же время укажите степень прозрачности экрана. 0. Экран прозрачен. 255. Экран полностью окрашен выбранный вами цвет. По умолчанию он чёрный. Далее идёт ещё одно цифровое значение. Это время, за которое прозрачность изображения изменится. Если поставить 0, то экран будет чёрным с момента активации сущности. С помощью команды SetFateColor вы можете указать цвет, в который будет окрашен экран. Последние две команды вернут экрану игрока базовые значения прозрачности и выключат скрипт интро. Ну а теперь перейдём непосредственно к видеоэффектам и видеопереходам. Вы должны уяснить простой принцип. Экран игрока – это камера А, point camera – это камера Б. Фильтры будут влиять на одну или обе камеры. Всего таких фильтров 10 штук. Отсчёт начинается с нуля. Чтобы увидеть один из фильтров, сначала требуется включить скрипт интро, выбрать ими камеры Б, а затем, используя команду SetBlendMode, выбрать один из режимов рендера. Описание каждого из фильтров есть на ValveWiki. Для русскоговорящих зрителей мы специально переводили статью сами, чтобы всё было понятно. Очевидно, что вы захотите сделать плавный переход между режимами рендера, а не так, как было показано сейчас. Для этого вам придётся познакомиться с двумя новыми командами. Но сначала очень важно, используя команду SetBlendMode, включить восьмой режим рендера, который не будет менять изображение камеры А и не отобразит вид камеры Б, а уже после указывать время перехода из одного эффекта в последующий. Последней командой уже можно указать номер фильтра. Обратите внимание, что перед каждой сменой фильтра обязательно требуется указать новое время перехода. Каждый раз. Очень важно не торопиться, чтобы не запутаться поначалу. Угол зрения. Скрипт интро также может выполнять функции такой сущности, как EnvZoom. Только в отличие от неё он влияет не на камеру игрока, а на Point Camera. Разберёмся с доступными командами. SetFov позволяет выставить угол зрения камеры Б, подобно команде SetBlendMode. То есть, Fov будет переключаться без каких-либо переходов. Для того, чтобы сделать плавные переходы между двумя командами SetFov, используются два аутпута. SetNextFov указывает конечное значение Fov при переходе. И после него SetFovBlendTime, который указывает, сколько секунд нужно для перехода. Если не использовать второй раз команду SetFov, то при попытке повторного плавного прихода он начинается с базовых значений угла зрения. Ах да! В свойствах вы можете указать сглаженность работы зума, чтобы она походила на зум камеры игрока в костюме. Если это требуется. Вот, собственно, и всё. Карта Пример будет доступна платным подписчикам на бусте. Всем остальным же, родное, удачи, тамадачи!